Всем привет, друзья! Я дома у Кати. Мы сейчас ждем, когда она придет с работы. У нас сегодня намечается вечеринка в стиле суши. Из лагеря вернулась ее дочка, моя племянница, Настенька. Она тут вся под впечатлением, но особо много чего не рассказывает. И скорее за свое любимое дело она принялась. Я вот сейчас сижу, наблюдаю за процессом. Она у нас художник. Я, если честно, первый раз вижу, как работают с графическим планшетом. Мне так это интересно. Потому что я сама имею к этому отношение. В фотошоп я знаю как свои пять пальцев, но это другая программа. Сай. Как? Сай. Пойнтусай. Она специально для рисования. Пойнтусай. Программа. Да, да, я уже поняла. Ну, специально для рисования. Ну, в принципе, в фотошопе тоже можно рисовать, но у меня фотошоп весь на английском. И я не могу не разбираться. Да, я тоже, я на английском пользуюсь. Сложновато. Кто это, Настя? Это мой персонаж. И я решила разнообразить и нарисовать ее такую, как бизнес-леди, в костюмчике прям. А кто это? Прям описание персонажа. Ну, как ее зовут? Кто она такая? Ее зовут Грейс. И она у меня ведьма. Батюшки. Вот. Что потом с этим рисунком? Какова его судьба? Что ждет этот рисунок? Он рисуется. От... Отредактируется весь полностью. Будет весь нормальным. И он потом, наверное, выложится в Инстаграм. Ясно. Наверное. Ну, давай посмотрим. Вот. Нет, а ты открой в полный размер, пожалуйста. Хотя бы свои любимые. Это тоже ты рисовал? Да. Ну, это уже старые рисунки. Их надо перерисовать. Так, это кто у нас? Это Флосс. И это, как сказать, ну, большая часть моего лица. Это моего Ника. Вот она. Главная фигура, так вот. Сказать, если. Она уже давно, и я ей много чего меняла. Она уже такой, как сказать, персонаж со стажем. Со стажем. Ты сама ее придумала, да? Да. Интересно. А задний фон? Это то, что ты все сама рисовала? Или это... Нет, задний фон – это надпись, скачанная из интернета, и вот та же картинка. С задними фонами я люблю немного поэкспериментировать. То есть, каких-то фразочек накидать, или просто каких-нибудь... У меня есть специальные плюшки какие-нибудь там, цветочки отдельные, которые так вырезаны в JPG-формате. И их можно вот на задний план где-нибудь спихать. Ясно. Слушай, а ты все так же читаешь книги-то эти свои, мамги? Да. Все так же читаешь и рисуешь, да? Да. А сама ты тоже комиксы создаешь или нет? Или как просто картинки? Ну, ты как бы к этому стремишься, да? Да. На пути к этому. Ну, есть, в принципе, одна задумка, но я не знаю, пойдет ли она дальше, ее развитие. Обязательно пойдет. Надо видеть. Мы сегодня с тобой про Аллы и Паруса разговаривали. Мораль той сказки такова. Так что вот, не зря же мы книги читаем. Вот, Настя мне принесла коробку. Посмотрите. Я, конечно, в этом вообще ничего не понимаю. Это манга Вратанштейна. У них три тома. Ну, мне, может быть, это, конечно, предстоит все потом. Еще неизвестно, куда моих мальчишек занесет, в какую степь. Ну, вообще, манга Вратанштейна очень интересная. Там про то, как пытались создать машину времени. Она тоже в обратную сторону читается? Да, она читается вот отсюда. Как на арабском, да? Вот ее отсюда вот так читаешь. А почему такой? Ну, японцы вот так читают. А, у них вообще все так читается, и поэтому, да? Ну, все равно же перевод. Ну, понятно. Или это из-за картинок? Семь томов. Боже мой. Одной манги. И еще... Мальчика, восемь томов еще одной манги. Угу. И вот книга тоже. Это все прочитано у тебя? Вот это еще нет. Еще вот это не прочитано. Вот у меня вот это прочитано все. Бездомный бог, я его полностью прочитала. Молодец. Вообще, сначала рисуется манга, а по манге рисуется аниме. А это не манга, да? Это просто книга? Да, я говорю, это книга, но там есть развороты с страницами, как у манги. А что тебя в этом привлекает? Не знаю, сюжет. Интересный. Ну, ведь в других книгах тоже можно найти интересные сюжеты, но ты же читаешь именно такой формат, именно в формате комикса. Ну, видимо, японцу мне чем-то вот так сцепить. Не можешь сказать, да? Не знаю, мне просто это нравится. Ну, ладно. А цветные бывают? Да. А есть у тебя? Нет. Вообще, обычно вот, ну, цветные делают либо развороты какие-нибудь, или вот обложки. Там специальные развороты, спецразвороты есть такие. Но, по большей части, она вся вот чёрно-белая. Вот сюда мы приехали. Мы приехали на такси. Катя ещё не закончила работу. Подождём её. Мы приехали немножечко пораньше. Так, вот это вот такой большой японский ресторан. То есть это всё помещение под ресторан, да? Мы поднимаемся на второй этаж. Проходи. На первых только этажей. На первых только этажей. На первых только этажей. Фигурки. Камни, камни здесь. И в купюшон, а здесь, сервировка такая. Настя, оказывается, на пассажирок запихнули камни в один из разочков. Давай, Настюш, рассказывай. Что тут? Ну, тут это новинки. Такая, типа, японские штучки. Вот. А, у тебя всё это идёт в одной стезе, да? И манго, и суши. Это же всё японская тема. Да, да? Перекликается оно, да? Не совсем. Ну, ну что, ну, просто... Нет, мы тоже любим суши, роллы. У нас, правда, в Бурсе с этим сложно. А чем суши от роллов отличаются? Опять. Пока всё, да? Пока всё, да? Сейчас девочки думают, но ещё обослеждаем. Поштучно? Ага. А вот с этими? Да. А приготовление? От и седьмого его. Тёплые, холодные. Да. Понятно. Мы пересаживаемся на террасу за большой столик, потому что у нас подбирается большая компания. Проходи, ретурь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Нам принесли очень интересные блюда. Это какой? Это одинаковые. А он не развал? А дай мне с пунтеком. Да, тебе, наверное. Кажется, разно. Ну, ты хочешь, чем? А у меня с крабом. С крабом. Кажется, его так невозможно в рот брать. И как его вот так вот в эту штуку заворачивать? Ну, написано было вот так, заверните, возьмите. И съешьте. Вот так. Полейте вот так вот. Ну, какая-то давай. Наверное, вот так. Прикажи мастер-класс. Да, странное, конечно, блюдо. Очень интересное. Странное, да. Две курицы, минзи. А, все остальное морепродукты, да? Все, спасибо. Мы едем домой. Настена.